впереди у нас гора кошка основная часть на которой я уже был через дорогу здесь продолжение как бы хвост этой горы на которой находится дольмина который еще я пойду искать у нас погода не фартит что-то дождей очистили ветерок такой сильный здесь будет нормально и как я понимаю по карте лучше сразу свернуть на эту маленькую тропинку надеюсь я правильно идут какая труба колючих растений очень много на скорее всего наверно нужно было дальше немножко пройтись не лезть через эти кустарники хотя тропинка более-менее есть мало на выходит кто тут что-то нашел непонятное возможно какие-то остатки развали похоже что это просто камни с горы муж уже искусственно сложили сейчас как левонет мне очень повезет вот сейчас как раз заберемся то что он двигается там антенна старая где-то слева должны быть но теперь выходит а сейчас как левонет выходит и теперь выходит вот это вот Каракушка, скалопадная его задействовала. Каракушка, скалопадная, скалопадная, скалопадная. Каракушка, скалопадная, скалопадная, скалопадная. что я здесь пошел но боюсь не придется возвращаться тянется до конца может мне по ней пойти нет хотя бы надо идти до этой антенны там тут уж точно тропинка нормально будет аж пошел а я все по стеночке коробка симпроизируем не на это уже конечно искусственно сложили вот как раз последней точке это наверное искусственно выложена мало стенка тропинка появилась нормально да конечно с колючками но это по сравнению с непролазными джунглами ты ни о чем хоть идти спокойно можно птички поют значит муж сильного дождя и не будет кажется уходит чернота надо искать тропинку дальше скорее всего ну да вот она четко видно здесь уже ходить спокойно можно где-то здесь есть они что надо подняться наверх и там будет уже все видно что где чего говорится полет нормально вперед только вперед дошел поднялся контейнер тут непонятно где-то здесь должны быть ладно если на еду покажу ну что дождь почти успокоился я почти промок оказалось все намного проще вот рядом с этим зданием он антенка и вот тут первый дольмен там вдоль забора следующий я нашел вот вдоль заборчика если идти там будет следующий дольмен но это уже побольше почему они разные непонятно вообще на горе кошки семизе считает сам большой могильник тавров в крыму короче весь могильник основной возле этого заборчика и туда вниз идет вот вообще гигантский с верхней монолитом остался таки ровники прям все около забора вот отчетливые прикольно раскурочили эти дольмены обнаружили девятнадцатом веке но большая часть находится под землей это они еще плохо не сохранились который на поверхности лучше сохранились дольмены возле царской тропы солнечной тропы если типа по тропе с ласточка гнезда до леваде я тоже хотим но как-то упустил момент не стал их искать хотя и там ряд тоже находились возможно вернуть ради этого еще один это все на этой полянке возле антенны забором что то есть я конечно хотел бы еще поверх выше подняться не знаю там еще есть один могильник но я весь мокрый весь в паутине букашка не хватало ничем еще по цепи какой-нибудь клеща ли что-нибудь еще еще они все компактно расположены причем мало народу заходит и фоток мало даже я уже больше нашел чем фоток видел с этого места ладно на этом месте мне кажется пора заканчивать да все усыпанными но уже плохо сохранились все дождь пошел там уже дорога близко почти сам не спустился они все здесь продолжается то что подскользнулся на камне чуть не навернулся благо на руки что я верх не пойду до следующего могильника они все однотипные наверно вот сейчас покажу сюда два глубоких ущелья вниз типа колодцев только место надо их найти что-то их потерял и на этом буду заканчивать кругом кругом они и разной формы и толщины разной а вон там начинается ущелье тут маленькая часто спущусь и дальше большой колодец типа там наверху поляна дольменов а вот здесь внизу под ними как раз первое ущелье сейчас так сыру скользко что улетит только в путь можно здесь не страшное учили а вон там дальше немножко подняться прям рядом в пяти метрах будет жесткая одним кадром сейчас зацеплю вот она туда уже страшно лететь ну все надо выбираться то что я весь мокрый и лазить такую погоду не вариант все затянуло это надолго муж будет еще включилась если что-то интересное будет ну а так вот на спуск и тропинку вдоль забора но кто хочет залезть наверх скалу посмотреть обзор можно воспользоваться как я подымался сильно бат лучше здесь подняться под этой тропинке а там спуститься не но не вариант все я уже ведь все хлюпает земля срывая средства когда я выйду что и такое воинская часть или что 5 паутину влетел она в самом конце покажу где я выйду и откуда лучше начинать но дорожка асфальтировать идет к тому забору покажу тропинка начинается сюда я поднялся дороги кошка вот здесь я сюда свернул промахнулся я немножко и вот она сразу тропинка начинается на подъем к этому забору самая лайтовая а я прошелся немножко дальше доверился яндекс карте и пошел вот здесь вот через болелом колючки но зато побывал вон там вон там классно было классная солнечная погода был классный видок так все пасмурно дождь вон там антенка там долю а он выступ скалы который открывается хороший обзор семей за до туда можно спокойно и подняться и спуститься туда наехал на такси не стал хотя я ходил когда на кошку подымался возвращаясь по тропинке вот здесь тропинка есть вниз как раз до улиц ближайший верх смеюс который буду возвращаться в начале спуск будет такой каменистый обрывистый там чуть-чуть все лишь а потом лайтовый прям до конца кошка там я был все